Эй, посмотрите на меня! Я был парнем, который любил полежать на диване, а сейчас могу пробежать дистанцию в 5 километров. Представляю, что вы сейчас думаете. Я тоже не верил, что это возможно, пока не пересек финишную черту. Все началось с того, что мой друг предложил мне пробежать с ним кросс в 5 километров. Звучит не так уж и сложно, но не для 30-летнего человека, который не бегал со школы. Что уж говорить про отсутствие энергии и лишний вес. И, кстати, я упоминал, что на подготовку у меня был всего один месяц. Да, король дивана должен был подготовиться к дистанции в 5 километров за 30 дней. Как мне это удалось? Если коротко, то маленькими шагами. Мое приключение началось после того, как я купил себе пару беговых кроссовок. Весь месяц я вел ежедневный журнал своего прогресса. День первый. Я нашел план подготовки к 5-километровой дистанции в интернете, согласно которому мне нужно было начать с интервальной тренировки. Я должен был идти две минуты и бежать одну минуту. И делать это до тех пор, пока общее время не составит 30 минут. Бежать в течение минуты было довольно трудно. Я был в самом начале пути. День второй. О, боже, мое тело! Это рано! Я совсем не в форме! Утром я сделал небольшую растяжку, и это немного помогло. По рекомендации своего друга я пошел в спортзал и начал заниматься с профессиональным тренером. Помимо упражнений он посоветовал мне лучше питаться и пить много воды. Посмотрим, как это мне поможет. День третий. Я записываю все, что съедаю за день, включая перекусы. Продукты, которые дают энергию для бега – это бананы, овсянка, арахисовое масло, брокколи, простой йогурт, темный шоколад, паста из цельных сортов пшеницы, картофель и кофе. День четвертый. У меня просто зверский аппетит. Возможно, из-за того, что я стал сжигать намного больше калорий. Моя утренняя пробежка прошла хорошо. Я бежал в течение десяти минут. Да, с перерывами на ходьбу, но все же. Потом я отправился в зал, и мой тренер заставил меня выполнять забеги вперед-назад на максимальной скорости в технике челночного бега. Это было тяжело. День пятый. После вчерашней тренировки в зале у меня опять все болит. Похоже, в этом месяце мне придется привыкнуть к постоянной боли. Я нашел беговую группу в интернете и сегодня впервые к ней присоединился. Вначале я сомневался, но когда увидел людей всех форм, возрастов и с разными физическими возможностями, то почувствовал себя намного лучше. В этот раз я увеличил свои беговые интервалы до двух минут с ходьбой между ними. Поддержка других людей очень помогает. День шестой. Сегодня суббота, и я отдыхаю. Это была только первая неделя моих тренировок, но я уже чувствую, что мои штаны сидят на мне намного свободнее. День седьмой. Мой тренер предложил мне попробовать ездить на велосипеде, поэтому я отправился на пятикилометровую велосипедную прогулку. Теперь я знаю, что представляет собой дистанция в пять километров и понимаю, что мне предстоит еще много работы. День восьмой. Сегодня произошло что-то удивительное. Я бежал пять минут без остановки, впервые в жизни. И я даже почувствовал так называемую эйфорию бегуна. Эндорфины, химические соединения радости вырабатываются организмом после тренировки. Сегодня их в моей крови, ой, хоть отбавляй. Мне кажется, я начинаю любить бег. День девятый. Уровень моей энергии зашкаливает. Я больше не засыпаю после обеда. Даже мой начальник заметил, что я стал более продуктивным. День десятый. Сегодня в зале у меня была силовая тренировка. Прорабатывал мышцы рук и ног. У меня уже все болит. Я также начал отмечать взаимосвязь между едой и спортивными результатами, которые раньше никогда не понимал. День одиннадцатый. Сегодня я встал на весы. Я похудел на два килограмма. Похоже, бег – это скорейший путь к похудению. Теперь мои пробежки приближаются к семи минутам. День двенадцатый. Тренер говорит, что процент жира в моем теле постепенно снижается. Скоро я буду под жарой, накачанной машиной для бега. Кстати, сегодня я съел пончик. Я его заслужил. День тринадцатый. Я пробежал целых десять минут и даже не запыхался. Успех близко. День четырнадцатый. Рано порадовался. Я в полном изнеможении. Сегодня не пойду бегать. К тому же я опять сорвался с диеты. Серьезно, что они кладут в эти пончики? А еще я понял, что после сладкого или фастфуда ты чувствуешь себя лучше, но чуть позже возникает невероятная тяжесть. Очень хочется спать. День пятнадцатый. Сегодня экватор моей подготовки к кроссу и у меня открылось второе дыхание. Или паника от того, что так мало времени осталось. Что бы это ни было, я пробежал пятнадцать минут без остановки. День шестнадцатый. День в зале. Мы сделали упражнения на все группы мышц и я чувствую себя прокачанным на сто процентов. Еще никогда я не был так нацелен на сброс веса, как сегодня. День семнадцатый. Сегодня мы с другом пробежали два интервала по пятнадцать минут с пятиминутной ходьбой между ними. Мой тренер предупредил меня, что я должен пить больше воды. Он сказал, чтобы я разделил свой вес пополам и пил по сорок миллилитров на каждый килограмм. Получается примерно два литра воды. День восемнадцатый. Я решил начать чередовать воду и изотоник, так как мои пробежки становятся длиннее. Мне необходимо возмещать потраченные электролиты. А еще я вижу, насколько более рельефными стали мои мышцы на ногах. День девятнадцатый. Сегодня я заметил, что моя кожа стала выглядеть гораздо лучше. Мне показалось это странным, поэтому я решил поискать ответы на вопросы в интернете. Оказывается, спорт улучшает цвет лица благодаря усиленному кровообращению. Круто! День двадцатый. Осталось десять дней до кросса. Увеличил пятнадцатиминутную пробежку до двадцати минут. Что ж, было не так уж трудно. Я уже говорил, что теперь сплю как убитый. Больше никаких беспокойных ночей без сна. Моя бессонница закончилась, и ушли еще два килограмма. День двадцать первый. Я заметил, что у меня стала болеть задняя поверхность бедра и лодыжки. Тренер показал мне, как массажировать проблемные зоны с помощью теннисных мячей. А еще я катаю их ступнями. Мне сейчас точно не нужно воспаление сухожилий. Очень надеюсь, что боль уйдет, иначе мой кросс не состоится. День двадцать второй. Фуф, моим ногам стало легче. Слава богу, я боялся, что что-то себя потянул. Опытные бегуны посоветовали мне не перенапрягаться. Они говорят, что если я могу бежать двадцать минут без остановки, то с легкостью пробегу пять километров. Надеюсь, они правы. День двадцать третий. Сегодня я не делал абсолютно ничего. Это было прекрасно. День двадцать четвертый. Я опять покатался на велосипеде. Нужно делать это почаще. Восемь километров позади. День двадцать пятый. Сегодня опять побаливали сухожилия. Помассировал мышцы теннисными мячами, сделал растяжку и устроил себе прогулку быстрым шагом. День двадцать шестой. Я пробежал двадцать пять минут без остановки. Когда слушаешь музыку, время проходит намного быстрее. Порекомендуйте песни для моего бегового плейлиста в комментариях. День двадцать седьмой. Я питаюсь пастой и бананами. Большим количеством бананов. Говорят, Кали помогает восстановить баланс электролитов во время длительного бега. День двадцать восьмой. Сегодня легкая тренировка. Я прочитал, что за несколько дней до соревнований лучше не перетруждаться. День двадцать девятый. Сегодня мы вместе с моими новыми друзьями пообедали высокоуглеводной едой. Нервничаю. Завтра утром кросс. День тридцатый. У меня получилось! Я пробежал свои первые пять километров. Я так собой горжусь. Думаю, моя программа подготовки была верной. Поэтому кросс дался мне сравнительно легко. Жду не дождусь, чтобы записаться на новый забег. Вы готовы надеть кроссовки и отправиться на пробежку? Кроме постепенного увеличения нагрузки, правильной диеты и большого количества воды, есть еще несколько полезных советов. Потратьте деньги на хорошие беговые кроссовки. Если вашей стопе нужна дополнительная поддержка, приобретите специальные стельки. Если вы чувствуете боль в стопах, коленях или других частях своего тела, остановитесь. Вам точно не нужна травма, которая вообще не даст вам заниматься спортом. Найдите сообщество или группу людей, с которыми вы могли бы бегать вместе, особенно если среди них есть опытные бегуны. Прислушивайтесь к их рекомендациям и учитесь. А если вы будете бегать с другом, то ваша дружба станет только крепче. Но самое главное – проконсультируйтесь с врачом до того, как решите перейти с диванного образа жизни на марафоны. Вы же не хотите, чтобы ваш организм испытал шок. Если вы сегодня узнали что-то новое для себя, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями. А вот и другие видео, которые могут вам понравиться. Все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке слева или справа. Наслаждайтесь и присоединяйтесь к Эдми.